Приветствую Вас и у Вашей проблемы из два основных аспекта. Первый аспект это аспект медицинский и нарушение сна серьезного заболевания, которое Вам нужно срочно решать через обращение к врачу. По месту жительства своего, обязательно в поликлинику хотя бы, она бесплатная, там Вы могли бы как-то вот свою проблему начать решать. И второй момент это момент чисто психологический, здесь конечно важно понять, почему Вы перестали учиться, почему Вы перестали чем-то заниматься, и собственно говоря, какие у Вас на сегодняшний день проблемы, именно вот в контексте того, о чем я говорю, да, то есть в контексте того, что Ваша деятельность остановилась, как Вы это воспринимаете, то, что Ваша деятельность остановилась, как Вы это позиционируете, как Вы к этому относитесь, как относятся другие, вот, как Вы относитесь к тому, как относятся к этому другие, и пусть Вас не удивляет именно эта немножко мудреная конструкция, она действительно очень-очень сложна для того, чтобы понять, что с Вами происходит. Вот. Вот, в принципе, такие вот аспекты Вам необходимо продумать. Далее, что касается мыслей, то здесь необходимо разбирать, что это за мысли, с чем они связаны, какова их природа этих мыслей и так далее. Потому что, ну, опять же, только когда у Вас все будет порядка со сном, и когда Вы будете спокойно и, главное, адекватно реагировать на поступающую информацию. Потому что, ну, вот, пока у Вас есть определенные проблемы, да, пока у Вас есть определенные нарушения сна, нельзя говорить о том, чтобы с Вами работать психологически, потому что Вы не способны адекватно принимать информацию. Вот. То есть, впервые к врачу, и после уже к нам, к психологам для детального разбора того, что с Вами происходит. Так вот, не видится, по крайней мере, решение Вашей проблемы. Два этапа. А на этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я Вам помогу. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи.